Если в навигатор забить название города, то в случае города Тарас, навигатор привел меня вот сюда. Здесь, в Таразе, буквально сразу же за той площадью, на которую меня привел навигатор, оказалось вот городище Тарас. Место археологических раскопок, где, собственно говоря, и был тот самый древний город, с которого тут все началось. И прямо это место, оно серьезно поражает своими размерами и тем, как тут все организовано. Вы просто посмотрите на эту огромную площадь всех вот этих раскопок. И я так понимаю, что оно еще все относится к разным слоям и разным векам. Вот здесь, видите, стены из блоков сделаны. И все, так скажем, относительно высоко. А если вот сюда пойти, то вот здесь, смотрите, видимо, более древние постройки, потому что они относительно вот тех находятся значительно глубже. И вот эти вот стены и блоки уже выглядят совершенно по-другому. То есть, видимо, это было все раньше выкопано. Вон там, смотрите, колодцы сложены из камней. А вот сюда, если посмотреть, то здесь еще глубже. Но ведь, наверное же, не из-за рельефа здесь такой вот перепад, что вот там вот повыше, а здесь на 2 метра ниже, а здесь на 4 метра ниже. Хотя, конечно, рельеф может быть, но окружающий-то рельеф, он плоский. Поэтому мне кажется, что здесь просто это еще и разные культурные слои. Но это вот чрезвычайно круто. Ты ходишь и представляешь себе, что когда-то давным-давно здесь жили какие-то совершенно другие люди, у которых были какие-то свои заботы. Они ходили по вот этим вот всем улицам, жили во всех этих домах, готовили себе пищу. А еще вон там вот какая-то интересная вещь. Посмотрите, то есть это, получается, вот это был снят культурный слой, а вот там такое ощущение, как будто это остатки асфальта. Какой-то вон, смотрите, блок лежит, остатки асфальта. То есть что получается, что когда-то эта площадь была заасфальтирована просто, что ли, а под асфальтом было все вот это. Надо будет где-нибудь что-нибудь почитать или посмотреть на этот счет. Пойдемте дальше, посмотрим, что где здесь и как. Здесь огромная территория. Посещение стоит 200 тенге. Как мне сказали, можно отдельно организовать экскурсию, но сейчас я не стал это делать, потому что ждать, я так понимаю, долго. Надо там с кем-то созвониться, этот кто-то выяснит, что там есть кто-то свободный, потом кто-то придет, и только тогда состоится экскурсия. Пока я так еще делать не готов. Вот, пожалуйста, жилой квартал номер один древнего Тараза. Квартал номер один. А это жилой квартал номер три. Все вот так вот расчерчено, разложено. Вон схема есть, что где и как. Ну и посмотрите, какой он тут культурный слой. На какой глубине все это уже осталось, так сказать, по прошествии времени. Да еще вон туда, вот куда-то можно пройти. То есть тут, я так понимаю, что чуть ли не весь город распакал. Ну и город был такой, получается, большущий. А здесь, смотрите, жилой квартал номер два. И я так понимаю, что на схеме тут караван-сарай. Это вот он. Вот эти вот толстые стены. И вся вот эта штука, это караван-сарай. Смотри, как стены сделаны. Толстенные. Наружная часть выложена блоками, а внутри заполнена камнями и просто грунтом. А вот эти вот комнатки. Такие вот сделаны маленькие узенькие комнатки. И такие в них перегородки. Тоненькие. Из камней тоже сложены. То есть тут, получается, такие вот по всем стенам были небольшие комнаты. И такая центральная поляна, назовем ее так. Круто все выглядит. Сколько лет этим камням. Огромные, огромные сроки. Все это лежало под землей. Всеми позабытое. Вон тут, смотрите, какая штука лежит. Это, наверное, Жернов. От этой самой мукомольной какой-нибудь штуки. Ну и туда дальше. Тоже что-то есть. Там какие-то фундаменты там. А там уже, смотрите, что-то вот такие стены. Я так понимаю, какие-то более современные, что ли. Они вон значительно выше и совершенно по-другому исполнены. Надо и туда дойти. Вот тут как раз табличка про караван-сарай рассказывает. Про вот этот вот. А я хочу обратить ваше внимание опять на перепад высот. Вот караван-сарай на какой высоте. А теперь вот здесь напротив раскопки. Насколько глубже. И вон там какая-то яма. То есть, видимо, тоже что-то было. Но это же, смотрите, перепад высот. Ну, метра три точно. С вот этим вот. Здесь вот какой-нибудь, какой-то век был. Не написано ведь, наверное. Да, здесь не написано в таком-то веке. Будет караван-сарай. Но вот он караван-сарай вот на этой высоте. И вон куда там вниз уходят. Какие-то другие сооружения. Крутяк-крутяк. Здесь вот эта часть какая-то, видимо, что ли, более древняя, наверное. Ничего по большому счету, кроме камней. А вон там вот глиняные мазанки. А вон там вот что-то из каких-то других песчаниковых блоков сложенное. Что это такое? Короче, без экскурсии получается здесь делать особо нечего. Сам-то здесь ничем не разберешься. Какие-то вот ямки, ямки, ямки. Что это? Как это? Почему? Непонятно. Здесь вон какие раскопки. Только частями остались фундаменты. И вон тут какой глубоченный колодец. И все это куда-то вон туда вот. А вот здесь, смотрите, табличка. Участок для проведения археологических работ. То есть, я так понимаю, на этой территории еще только собираются археологические работы проводить. Тут еще работы, что называется, работать, работать и работать. И вон там такая же табличка. Участок для проведения работы. То есть еще вся вот та часть нераскопана. Тут еще, что называется, копать и копать. Обалдеть можно. Крутецкий крутяк. А там, смотрите, как стены глубоко. Из таких прям, из цельных камней сложенные стены. И насколько они глубже, например, чем вот этот вот слой. Здесь еще вон перекрытие, как интересно сделано. Они вроде бы все закрывают. А вроде бы как бы нет. Чуть-чуть друг другом немножко перекрываются. И в то же время, получается, что дают возможность попадать сюда солнечному свету. Но, видимо, дожди сюда, по крайней мере, напрямую уже не попадают. А вот здесь, смотрите, какой караван-сарай. Он уже получается, наверное, гораздо более поздний, чем тот, который мы видели с вами вон в той части. Здесь, смотрите, все сложено уже вот таких специально нарезанных кирпичиков. Или плиточек, их можно назвать. Из камней сделано такое серьезное основание. А дальше уже все выложено вот из таких вот нарезанных. Видимо, каким-то таким полукустарным, полуфабрикационным, или как это назвать, способом. Ну, то есть, уже тогда было, видимо, массовое производство вот этих вот маленьких плиток, блоков, из которых складывались стены. И этот караван-сарай уже по сравнению с тем старым, этот уже прям гораздо солиднее по размерам. Еще крупнее. А рядом с ним вот такие вот остатки стен, сложенных из прям таких грубых, больших камней. Видимо, из гор сюда привезенных. Это, наверное, был жилой квартал рядом с караван-сараем. Но, видимо, вот эти вот кварталы были гораздо позже, чем то, что мы видели с вами в той части. То есть, между этими зданиями прошло, видимо, несколько веков. Наверное, как я себе это представляю. И можно еще куда-то туда дальше пойти. А вот это, я так полагаю, обнесено современной уже стеной территория вот этого древнего городища. Обозначено, скажем так. А там вот здание. И в здании, наверное, внутри наиболее драгоценная, видимо, часть хранится. А еще вот на этой территории попадаются экспонаты, скажем так, гораздо менее древние, чем все остальное. Вот это, как мне кажется, наверное, какое-нибудь изделие советских времен. То есть, вот это вот, как это называется, это колодец, видимо. А вот там вот остатки трубы. Это была, видимо, какая-то либо канализация, либо подвод воды. И, как мне кажется, сделаны, наверное, в какое-то советское время. А сейчас уже, видимо, не используется и просто отпилен. Но, опять-таки, вот посмотрите, под каким слоем земли было похоронено все это древнее городище. Буквально вот метра два, наверное, слой вот этот вот. И поверху вот там вот земля так спрессована, а вот здесь, ну, явно же остатки советского асфальта. То есть, когда-то это все было закатано асфальтом. Интересно, что здесь было в советское время? Какая-нибудь база или что? Или тоже было городище, просто та территория использовалась для чего-то другого? Если вы в курсе, пожалуйста, в комментариях расскажите. Понятно, что я могу нагуглить это сам в интернете, но так не спортивно. Гораздо интереснее, когда это расскажет какой-то знающий человек. А еще вон какая-то штука. Это либо камень какой-то, либо, может быть, какой-то колодец был такой сделан каменный. Вот он интересный тоже. Какого времени? Но он получается фактически вровень с тем культурным слоем. Что это такое? Советское изделие или что-то древнее? Ходишь вот так вот и не понимаешь, что ты видишь. Ну, это понятно, что древние стены. Но насколько древние? Может быть, это какой-нибудь 17-й, 16-й, там 15-й век. А вон там вот, наверное, может быть, какой-нибудь 10-й. Или что-то типа того. Ну и все. Дорожка закончилась. Туда, конечно, тоже можно идти. Но я туда не пойду. Просто, так сказать, во-первых, в профилактических целях. Во-вторых, из уважения к древности. Не буду топтать территорию. Сейчас выйдем куда-нибудь вон туда. Поднимемся наверх и посмотрим, что там есть. Вот там основная территория, городище, по которой мы ходили. А вот здесь сделано такой отдельный, как это сказать, отдельное перекрытие и отдельное место для раскопок. Посмотрите, на какой глубине вон находится та мостовая. Это же мостовая, вымощенная камнем, получается, да? То есть вот это была дорога или улица, а вот это была стена. Вон основание из камней. И посмотрите, какой глубоченный культурный слой. Сколько здесь метров? Раз, два, три, четыре. Четыре с половиной, наверное, может даже и пять метров в глубину. Ну, есть в комментариях археологи, сколько вот этот вот культурный слой в веках. Десять веков, пятнадцать веков, может больше. Может быть, вот это все уже относится к какому-то времени, до нашей эры. Охалдеть, как круто. Даже не верится, что вот это вот. Когда-то было на поверхности. И совершенно, так сказать, обычные люди в своей обычной жизни. Ходили по этой обычной мостовой. Когда ты приезжаешь первый раз в город и попадаешь сразу в такое место, то все это выглядит достаточно многообещающе. Ну вот, будем надеяться, что первое впечатление не будет обманчивым. И город Тарас произведет такое же сильное впечатление, как произвела на меня его центральная площадь сразу по приезду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok